МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За смену Галине с коллегой нужно дезинфицировать более 30. Ежедневно у нас обрабатывается лифт, это перила, стены, потолок и панель. Сразу же тоже человек идет за мной, это все протирает и проходим дальше. Теперь у нас обработка ящиков, ящики обработаем и начнем обработку перил. Половина всех ЖСПК и товариществ, собственников Гомеля сконцентрирована в Центральном районе. Сейчас мы в жилищно-строительном кооперативе на Головацкого. Здесь такие же санитарные нормы, как и в других высотках. Каждый день вам приходится тратить много времени на то, чтобы обработать подъезд, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, знали, что вы уже потрудились, и можно спокойно и почтовые ящики открывать, и кнопки в лифте нажимать. Расскажите, из чего состоит ваш день? В общем, работа обычно, как всегда, уборка. Уборка – это влажная уборка, лестничные проемы, лифты, кабины лифта, все. Но когда уже случилась эта наша пандемия, конечно, начало намного сложнее, потому что нужно ежедневно обрабатывать средствами, во всяком случае, первые этажи, кнопки лифта, в лифте самом, ящики почтовые обязательно, дверные ручки, ну, и все остальное, что на первом этаже находится, обязательно. Это даже не обсуждается, говорится. А скажите, сколько времени уходит, чтобы обработать один подъезд, один средствами? Ну, это же не так по времени не скажу. Ну, за полчасика управляетесь? Да, за полчасика. Но это именно обработка, не сама уборка, штабы, все. Это именно обработка первого этажа. Жители дома свою Анну Михайловну очень уважают и за заботу, и за аккуратность, и за веселый характер. Анна Михайловна очень положительный человек, очень позитивный. Все идет согласно санитарных норм, все как бы обрабатывается этими специальными средствами. Все, это мы ощущаем на себе. Все очень позитивно. С начала года сфера ЖКХ области на санобработку подведомственных территорий и объектов потратила свыше 900 тысяч рублей. С закупкой детсредств сейчас проблем не возникает. Кстати, с апреля было приобретено более 8,5 тысяч литров антисептиков, более тысячи килограммов сухих порошков и примерно 14 тысяч таблеток. Практически все белорусского производства. Работниками предприятий жилищно-коммунального хозяйства ежедневно проводится колоссальная работа. Это очень важно во избежание распространения коронавирусной инфекции. Задействовано по Гомельской области порядка 960 человек, в том числе 367 человек в городе Гомеле. Кроме подъездов, к сфере ответственности ЖКХ относится обработка детских площадок, транспортных остановок и троллейбусов. Это, подчеркивают специалисты, должно снизить риски заражения COVID-19. Однако по-прежнему многое зависит только от каждого из нас. Марина Северьянова, Сергей Комков. Новости недели.